Добрый день, друзья! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в руках следующая для всех мам и маленьких деток. Детская розеола, либо трехдневная лихорадка. Тяжелое это заболевание? Нет, не особо тяжелое, но первых 3-4 дня может держаться очень высокая температура, вследствие чего это напрягает родителей и ставит, конечно, недоумение, что же делать. Потому, чем может помочь нам акупунктура или акупунктурные точки? Мы уже знаем, что при общем воспалении всего тела, а при трехдневной лихорадке у детей это происходит, точка В11 даджу, что расслабляет этот воспалительный процесс, то есть помогает маленькому организму, чем справится с тем или иным проявлением трехдневной лихорадки. Это обычное детское заболевание до 2 лет, ну может быть и выше. Это вирусное заболевание. Вот, сопровождается потом, когда спадает температура, аллергическим дерматитом. Более подробно, на том, я вам в помощь, уважаемые зрители, посмотрите, что такое трехдневная лихорадка. Ну, помните, акупунктура ее очень легко помогает устранить. В моей практике это было, обращались люди, и мы, скажем так, устранили высокую температуру, вследствие чего организм стал бороться. То есть, что нужно при высокой температуре? Не сбить ее, а аккумулировать весь организм, чтобы он начал сопротивляться с тем или иным заболеванием. Но также помните, что когда дети болеют, это хорошо, с них выходит то или иное энергетика, и они учатся жить с той грубой физическим миром, грубым физическим миром, простите, которую мы с вами породили. То есть, знакомиться вот так вот с этой энергией. Делаем диагностику 12 миллиардов, смотрим общий энергетический баланс, при общем воспалительном процессе, при детской развивании данную точку В11ДДЖУ мы расслабляем. Данную точку можно использовать как сразу на первом этапе, так и впоследствии. Для чего? Для того, чтобы аккумулировать весь организм, чтобы он сопротивлялся тому или иному заболеванию, в данном случае трехдневной лихорадке. Спасибо за внимание.